Слушайте, пропагандисты наши, это что-то с чем-то. То они, значит, кричат на каждом перекрестке, что им нет дела до Америки, поскольку это вражеское государство, а то, значит, следят за выборами во всех штатах, прям штампуют сообщения одно за другим, там, например, РИА Новости, к полудню написали порядка 90 сообщений, вот буквально накануне вчера, да, но это еще не все. Вспомните, как они все дружно кричали, Трамп наш, вот он поддержит Россию и Путина, у них хорошие отношения, вот если Трамп изберется, то он наш кореш вообще лепший. И вот, значит, по итогам голосования, ну, пока такой расклад выходит, что избранным президентом США, скорее всего, 47-м станет именно Дональд Трамп. Что тут началось? Пропагандисты переобуваются в воздухе, давай его грязью поливать, хотя, я так думаю, просто методички спустили, что надо мочить любого, кто выбьется в лидеры. Камала так Камала, Трамп так Трамп, они же наши враги. Да и Песков, в общем, подытожил к вечеру, сказав, что я бы не радовался так вот сильно победе Трампа, там, потому что есть это, 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 кучу пунктов перечислил. А также призвал россиян не забывать, что США все еще остается недружественной с нами государством. И я умиляюсь и начинаем. Вернемся на нашу землю грешную и сразу предлагаю повеселиться в Минсельхозе. Назвали главную причину роста цен на сливочное масло. И вот сейчас, если стоите, то лучше присядьте, потому что, по мнению чиновников, резкое подорожание данного продукта связано с высокими зарплатами россиян. Чего? Да, госпожа Лут так и сказала, люди покупают больше масла, спрос на продукт резко увеличился, когда доходы населения были ниже, продажи шли не так активно, на цены также влияет удорожание логистики, упаковки и так далее. Слушайте, вот я правда не знаю, как такие вещи комментировать, это уже запредельная какая-то глупость или издевательство, как кому больше нравится. Я теперь новости читать боюсь, кривое зеркало без Петросяна, блин, это реальная журналистика. Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоняйте мы с сегодняшнего выпуска, поехали! Владимир Владимирович тоже шутит в свойственной ему манере. Так накануне президент, всея сверхдержавы, заявил, что русские люди не матерятся, это, мол, не свойственно нашему народу и не соответствует традиционным ценностям, да и вообще. Простой люд на Руси был верующим, поэтому крепкие слова не использовал, если что-то проскакивало. Человек прям спешил в церковь, исповедовался, грехом он и считалось, не знаю уж, смертным, нет. Когда наши представители так называемых элит, самых различных, они частенько употребляют крепкое слово, полагаю, что делают это прежде всего для того, чтобы проявить свою крутизну и показать свою близость к народу. А ведь в России простой народ крепких слов-то особенно не употреблял, могу сказать, по своей семье. Я не отца, тем более от мамы, никогда не слышал ничего подобного. Вообще, никогда. Правда, не знаю, пошутил великий кормщик или всерьез об этом заговорил, а может о моральном облике подданных забеспокоился. Только вот мы все хорошо знаем, что матершину в наше время можно услышать в том числе вот от Эли. В том числе и с телевизора «Средь бела дня», когда это могут дети увидеть, особенно вон он преуспел, господин Соловьев. Значит так, жалкие пи***ты избильт, ничтожная немецко-фашистская сволочь. Мерзавцы они, журналисты. Жалкие наследники Геббельса. На трон села, на трон села. Царь во дворца, царь во дворца. Хотя, слава богу, дети Соловьева не смотрят. Больше скажу, они даже не знают, кто это такой. Помню, некто из молодых блогеров, признанных ныне иноагентом, назвал Соловьева каким-то стариком из ящика, который к нему прицепился, ну да чёрт, с этим господином о фильмах. Сериалы наши новые давно смотрели? Сколько отбойного мата в них. Причём, он не просто проскакивает местами, там прям целыми абзацами это льётся. Если запикать, то ты в принципе не поймёшь, о чём герои говорят, потому что получится пик, пик, пик и так минут пять. А не запиканные фильмы, в принципе, смотреть противно. Все как-то с женой в выходной день к ящику. Скачали кино какое-то, отзывы даже неплохие у того кино были, включили, а там как? Началось с первых кадров. Дай её! А у меня тут маленький ребёнок играет. Дело даже не в ребёнке самому противно, тем более женщина рядом со мной сидит. По поводу мата, насколько он уместен в кино, насколько неуместен. Вот вы как относитесь к этому явлению? Следует запрещать или разрешать мат в кино? Да это ничего не значит вообще. Я к этому спокойно отношусь. Сам в жизни мало матерюсь. Персонажи у меня в фильмах никогда не матерились. Но если это нужно, то я не вижу большой проблемы. Потому что кино всё-таки изобразительное искусство. В кадре был режиссёр МИТА сейчас, кстати. А вообще всё это ведь началось именно при Владимире Путине. Именно он назначает правительство и министров культуры. В том числе почему? Повторюсь, заговорили-то об этом только сейчас. Не знал? Хотя Путин же живёт отчётами. Интернетом не пользуется. На публике в последние годы появляется крайне редкость. Журналистами тоже практически перестал встречаться. Но я про журналистов говорю, не про пропаганду. А чиновники вокруг врут, как сивы и мерены, стараясь выслужиться. Какой информацией царь-то обладает? Да какие бумажки ему в папочку положили, то и есть проблема. Всего остального как будто бы не существует. А уж как у нас отчёты те самые пресловутые пишутся. Вы и без меня прекрасно знаете. Но если кто-то забыл, не знал, я напомню или вообще поведаю. Давайте на пальцах. И раз уж о сельском хозяйстве в самом начале заговорили. Вот на его примере как раз. Сейчас, 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 сейчас. Вот сейчас, 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 сейчас. Итак, представьте себе. Есть условный агрохолдинг где-нибудь на Ставрополе, неважно. И вот значит этот агрохолдинг собрал по осени урожай, зерна, пшеницы, скажем 100 тысяч тонн. Потом председатель пишет отчёт. Отправляет его наверх по инстанциям, к муниципальным властям. Глава муниципалитета читает данную бумагу. Не, не, чё это мало. У нас же чиновники следуют негласной установке. Быстрее, выше, сильнее. Мы рекорды туда должны давать. И значит подправляет цифру в отчёте. Типа не 100 тонн, а 150. Ну в смысле тысяч собрали. Посерьёзнее уже цифра получается. Дальше бумага уходит в район. И там будете смеяться, случается та же самая история. Маловато понимаешь. Маловато будет. Короче, в районе тоже подправляют цифру. В этом самом отчёте до 200 тысяч тонн. Потом эту бумагу отправляют в региональное министерство. В администрацию губернатор. В общем, пока она дойдёт до Москвы. И там уже под миллион нарисуют. Счастливый глава федерального Минсельхоза тут же бежит в Кремль. Товарищи начальники, у нас тут рывок, прорыв, толчок. Естественно, данный отчёт подсовывают главному. Владимир Владимирович, мы молодцы. Главный выступает с громким заявлением. Всё это подхватывает пропаганда. Министр доложил, что в этом году у нас будет очень хорошее урожай. Уже, по-моему, он сказал 130 миллионов ли собрали. Уже. Так что будет за 140. Это в том числе благодаря технике, благодаря технологиям. Вот. По-моему, посевных площадей имеющих в Советском Союзе. Да-да, я не сомневаюсь. Вот только на этом история не заканчивается, нет. Потому что мы-то с вами знаем. Не было никакого миллиона тонн. Ну, вот в этом конкретном игрохолдинге, впрочем, с другими, похожая ситуация. Показатели очень сильно завышены, потому что об этом знают и чиновники. Которые приписками занимались, что происходит потом. А потом рынок реагирует только на реальные цифры, а не на нарисованные. А там дефицит получается. Соответственно, производители, какие-нибудь ритейлеры поднимают цены. Они вынуждены это сделать. Ну, и чиновникам палиться тоже не хочется. Тем более, что начальство очень не любит, когда подчиненные держат их за дураков. Посему чинуши продолжают брехать дальше. Почему цены поднялись? Мы же вроде небывалое количество урожая собрали. Это картельный сбор производителей и там тех же ритейлеров. Харю себе наесть решили негодяи этаки. Дайте отмашку, все исправим. И тех бизнесменов начинают прессовать. Мордовать проверками. Грузить штрафами. Вследствие чего они опять повышают цену. Ну, потому что надо же куда-то расходы на штрафы, на юристов списывать. И это касается чего угодно, не только сельского хозяйства, вообще любой отрасли. Наши чиновники никогда ни в чем не виноваты. Во всем виноват. Кто? Правильно. Безымянный хапуга коммерс. Так? Хабаровские антимонопольщики, между тем, раскрыли картельный сговор на рынке медицинских изделий. Сумма более 370 миллионов рублей. В нарушение законодательства подозреваются 7 компаний. Как сообщает телеграм-канал регионального управления ведомства. Поставлена точка в расследовании картельного дела. Оно набирало все больше и больше оборотов. Потому что чем больше мы исследовали аукционы и торги, проводимые государственными компаниями, то все больше и больше обнажили признаков картеля на торгах на поставку компьютерной техники. Еще раз. Я уверен просто. Если бы наши чиновники меньше врали, мы бы не оказались в той непростой, даже кризисной ситуации, в которой оказались вот прямо сейчас. Вспомните, сколько лет с экранов хотя бы нам кричали санкции только на пользу. Сегодня вдруг выяснилось, что не очень-то на пользу. Я хочу сказать, что санкции это не то, что нас не сломит. Это то, что нам нужно сейчас. Путин вывел страну из позора и нищеты 90-х годов. Отрыжка болотной площади. Правильно. Что никогда рачи на коленях стоять не будут. Вот эти к нам еще приползут на коленях и будут просить наших новых технологий, наших космических программ. И мы еще будем кормить Европу и Америку. Ага. Вот этому видео 8 лет. На минуточку. Само же слово санкции в наш лексикон пришло аж 10 лет назад. 10 лет, ребята. Ребята, согласитесь, это достаточный временной промежуток, чтобы, ну, хоть как-то подготовиться, подстелить соломки, как говорится в народной поговорке. А мы все это время работали на публику. Вопили в ящики. А когда пришел час че, нас снова все застало врасплох. Ой, как же так получилось. Санкции-то кусаются. Летать, блин, не на чем. Ездить не на чем. Техники своей нет. Сейчас вот масла. В Россию везут из Эмиратов. А яйца из Турции. Ну, вот, как видите, раньше были в небезызвестные годы ножки Бушка, а теперь стали яйца Эрдоганом. И еще дольше. 15 лет. Чиновники нам рассказывали про импортозамещение какое-то. А в итоге чего заместили-то? Западные товары на китайский ширпотреб, причем очень низкого качества ширпотреб-то. Читатели моего телеграм-канала знают. Делился недавно. Кстати, если все еще не подписались на нашу телегу, подпишитесь. Ссылка будет в описании. Ну да, мы отвлеклись. Рассказываю. Купил телевизор полтора года назад всего. Типа Телефункин китайской сборки. Через год у него отвалился Wi-Fi. Не работает это слово совсем. Сейчас он, когда хочет, включается. Когда хочет, выключается. Сам по себе живет. Вот оно, пожалуйста. Импортозаместились по-китайски. 15 лет. Этой историей занимались. Ничего не сделали. Теперь на очереди видим мы интернет и связь. Потому что там тоже все вилами по воде. Одни разговоры и обещания. В моих руках вот такой вот замечательный телефон. Отечественный телефон. Ая. Ая Т1. Я и Ая. Давайте посмотрим, что внутри. Такой телефон можно использовать именно для звонков самым дорогим и близким. Потому что у него есть уникальная разработка. В мире этого нет. Впрочем, Аи тоже больше нет. Подытожим. Кризис, в который мы очень скоро можем вляпаться. И об этом, кстати, говорят на самом высоком уровне. Набиулина вон на прошлой неделе сказала все прямым текстом. Возможно, стагфляция. Что это за термин не знаете? А это стагнация. Помножена на инфляцию. То есть, экономика вниз, цены вверх, плюс. Обесценивание национальной валюты рубля. Куда же без этого? То есть, рискуем стать миллионерами, как в 90-е. Когда деньги превратили в фантики. Бутылка хлеба. Продавалась за миллион. Ладно. Это уже совсем другая история. Предлагаю вернуться к ней в следующих выпусках. Переваривайте. Реальная журналистика сегодня вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже ждув. Друзья добавляйте. С темы предлагайте. Поднимем, обсудим. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok